Массовые акции оппозиции в Сухуми сорвали ратификацию инвестиционного соглашения между Россией и оккупированной Абхазией, что привело к политическому кризису на территории непризнанной республики. Понятное дело, что само по себе существование псевдо-государства Абхазия уже является кризисной ситуацией, как минимум, с точки зрения международного права. Однако сейчас подобная деятельность абхазской оппозиции становится проблемой не только для де-факто президента Аслана Бжания, но и для Российской Федерации, которая удерживает данную территорию под оккупацией, финансирует ее, позволяет играться в вымышленный суверенитет, а взамен требует максимальной лояльности. Сам Бжания оказывать такую лояльность готов, ибо понимает, что по-другому невозможно. Абхазия не субъект мировой политики, это оккупированный Россией регион грузинского государства, который всецело зависим от РФ. Люди, выходящие на протесты, пытаясь добиться отзыва инвестиционного соглашения и закона об апартаментах, заявляют о том, что они вовсе не против России, а исключительно против Аслана Бжания. Однако, принять данные закона проекты не личное желание Бжания, это требование российского политического руководства, которое расширяет свое и без того огромное влияние на Абхазию. Потому, какие бы лозунги не использовали протестующие, сколько русских триколоров они бы не принесли на митинги, в Кремле подобную деятельность будут воспринимать и воспринимают как антироссийскую. Это не торг, это требование, которое Москва выдвигает Сухуми. В компетенцию Абхазии не входит вести на этот счет дискуссии, от них нужно молчаливое и покорное согласие. А те люди, которые всю неделю выходят на протесты, просто заигрались в несуществующую независимость, которая заканчивается там, где начинаются интересы России. И интересы России в данной ситуации были проигнорированы. Такого, конечно, абхазским оппозиционерам не простят. Со стороны российских представителей за эти дни уже было много крайне критических высказываний по поводу происходящего в Абхазии. Особенно развернуто и подробно на эту тему высказался Затулинг, которого тот же Аслан Бжания недавно называл большим другом Абхазии. Там считают само собой разумеющимся, что Россия обязана их кормить и защищать. В этом солидарны и власть, и оппозиция. Солидарны они и в том, что Абхазия за это не должна ничего. Очень избаловали мы их за эти годы. Мы начали реагировать. С 1 сентября частично приостановили финансовую помощь. Теперь наблюдаем. Дальше пойдет разговор о тарифах на электроэнергию. Если за исторически короткий период на глазах одного поколения третий раз толпа свергает власть, можно ли считать такое государство состоявшимся? Вообще, происходящее сейчас в Абхазии – это в том числе провал внешней политики России. Ведь проект «Суверенная Абсны» – это креатура Российской Федерации, которая спонсирует данную территорию и держит на ней свою военную базу. Нужно это все исключительно для того, чтобы оказывать давление на официальный Тбилиси и блокировать интеграцию Грузии в НАТО. За эти 30 лет, что Абхазия не находится под контролем Грузии, она уже настолько интегрировалась в так называемый русский мир экономически, политически и даже ментально, что потерять Абхазию для РФ – это примерно то же, что потерять условный Сочи, потому что она вот настолько от России зависима. Однако, даже в таких условиях Россия допустила зарождение подобных настроений среди Абхазов. Хотя, чего еще можно было ожидать, когда сама же РФ признала Абхазию в статусе отдельного государства и долгие годы позволяла Абхазам жить в иллюзии того, что они независимы. Они в это и поверили. А теперь, когда им дают понять, как дела обстоят на самом деле, они возмущаются и не понимают. Как же так? Вы же сами говорили нам, что мы независимы. Да и то, что Россия поддержала Абхазию в ущерб Грузии, не привело к тому, что Абхазы начали питать к РФ какие-то теплые чувства. Любовь Абхазов к России ограничена желанием принимать финансовую помощь, брать российские паспорта и ничего не отдавать взамен. Казалось бы, Кремль в данной ситуации попросил всего лишь предоставление прав на покупку недвижимости россиянам и гарантии российским инвесторам. Но даже такие мелочи привели к тому, что Абхазы буквально предприняли попытку устроить госпереворот в своем вымышленном государстве, лишь бы не дать русским каких-то легитимных прав на территории Абхазии. Подобная тенденция делает актуальным следующий вопрос. А нужно ли России данное территориальное формирование в сложившихся условиях? И сейчас попробуем рассмотреть эту ситуацию с призмой никого иного, как Владимира Путина. То есть того самого человека, который в Грузии ассоциируется с войной 2008 года и оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Путин, как глава большого государства имперского типа, был против того, чтобы Грузия интегрировалась в НАТО. Ибо это бы означало расположение военных баз соперника на Кавказе. Он пытался давить политически, экономически, а по итогу все пришло к августовской войне, после которой Россия признала Абхазию и Цхинвальский регион как отдельный от Грузии государство. Это был серьезный удар для Грузии, и это еще больше отдалило Грузию от возможности реинтегрировать свои земли. Ибо до 2008 года никто, включая РФ, не признавал за Ассохуми и Цхинвали какого-либо статуса. В Абхазии же, само собой, были очень рады тому, что Россия их признала. Далее, еще на протяжении 15 лет, РФ продолжала безвозмездно давать Абхазии деньги, дабы та просто имела возможность хоть как-то существовать. Делалось это, само собой, для того, чтобы и дальше иметь в рукаве козырь в вопросе давления на Грузию и переговоров с Грузией. А именно, грузинскую территорию, которую официальный Тбилиси не контролирует. А вышло так, что Абхазы, вместо того, чтобы благодарить Россию за то, что она им позволяет имитировать существование государства, готовы совершать госперевороты. Лишь бы не допустить принятия тех законов, которые инициирует Россия. Комментарии по этому поводу Путину докладывают директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Бортников проинформировал президента России о разгуле антироссийских НПО в Абхазии, об оппозиции, которая называет Россию колонизатором и угрозой вымышленному суверенитету Сухуми. Лавров заявляет о саботаже реализации двусторонних соглашений, направленных на создание единого социально-экономического пространства между, как они говорят, странами. Козак уведомляет президента, что оппозиция выступает категорически против ратификации соглашений, касающихся инвестиций и коммерческой недвижимости, предложенных Москвой. И он начинает анализировать и размышлять, зачем в принципе мы удерживаем Абхазию. Ах да, потому что это рычаг давления на Грузию. А Грузия является наиболее важной территорией Южного Кавказа, ибо имеет выход к Черному морю. А что там сейчас происходит в Грузии? А ею руководит Бедзина Иванишвили, который, загибаем пальцы, не ввел против России ни одной персональной санкции после начала большой войны в Украине, не создает никаких препятствий для прихода российского капитала, несмотря на то, что РФ сейчас по факту для Грузии государство вражеское и держащее под оккупацией 20% грузинской земли. Принимает закон об инуагентах, который в первую очередь наносит удар по финансируемым западными структурами НПО. Держит в заключении Михаила Саакашвили, к которому Владимир Путин, мягко говоря, симпатии не питает. Помимо этого заявляет о том, что и вовсе намерен через суд запретить партию Саакашвили, как бы давая понять, что выводит его из легитимного поля грузинской политики. Говорит о том, что в войне 2008 года виноват все тот же Миша, как бы намекая, что готов к переговорам с Россией, мол, он наш с вами общий враг. И тут появляется логичный вопрос. А не проще ли договориться с Иванишвили и отдать ему Абхазию? Проблемой по-прежнему является пункт в грузинской конституции, который декларирует движение в ЕС и НАТО. Евросоюз проблемным вопросом не является. Это экономический и политический блок. А вот идея вступления Грузии в НАТО для РФ является неприемлемой. Причем, иронично то, что вписать статью о евроатлантической интеграции в конституцию Грузии в 2017 году инициировала сама же грузинская мечта. Как показали дальнейшие события, этот шаг оказался не более чем популизмом, нацеленным на то, чтобы заработать политических очков. Вопрос интеграции в ЕС пока что повис в воздухе. А вот касательно НАТО, на мой взгляд, неформально уже все решено. Никто Грузию в данную структуру не примет, ибо страны-члены Альянса понимают, что для России это красная линия. А принимать Грузию в Североатлантический Альянс и быть юридически обязанными ее защитить в случае войны с Россией, они не хотят. А то, что Россия при реальном, а не фиктивном, как сейчас, процессе интеграции Грузии в НАТО будет готова идти войной, дабы этого не допустить, вполне очевидно. Особенно очевидно это стало после начала большой войны в Украине. И, собственно, если нынешние грузинские власти будут готовы рассмотреть вопрос нейтрального статуса и отказаться от призрачной идеи вступить в военный альянс, в который Грузию не возьмут, а лишь продолжат давать пустые обещания, то, по большому счету, внешняя политика Тбилиси уже не будет вступать в конфликт с требованиями РФ. Опять же, нет никаких гарантий того, что все придет к подобному сценарию. Но и исключать его не стоит. Одно можно сказать наверняка. Антироссийские настроения в Абхазии увеличивают шансы того, что Россия по итогу откажется от созданного ею же самой проекта под названием «Суверенная об сны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова